Паше Горошко 11 лет. Он воспитанник православного военно-патриотического клуба «Пересвет». Встречи с героем ждал как настоящий праздник, а голымчанин твердо решил, что в будущем он станет таким же, как и Сергей Шойко. Нас подготавливают, я думаю, к тому, чтобы мы, наверное, тоже когда-нибудь здесь оказались, возможно. Тоже стали героями? Да. Разговор был построен в рамках свободного общения. Юные патриоты задавали самые разные вопросы. Какие качества больше всего он ценит в людях, где проходила срочная служба, и в каком возрасте Сергей Шойко решил стать военным. Где-то уже с 8 класса я уже твердо решил стать офицером и уже готовился очень серьезно поступать в военное училище. Я выбрал по максимуму. Всегда можно брать какие-то цели, ну, может быть, даже немножко недосягаемые для себя. Они должны быть чуть-чуть выше, может быть, ваших возможностей. Сергей Шойко в вооруженных силах с 1985 года. Он участник боевых действий на территории Чеченской республики. Командовал ротой морской пехоты. За мужество и героизм, проявленный при выполнении специального задания, был награжден медалью Героя России. Это наше патриотическое воспитание. Ребята подрастают. Они берут пример с наших героев, то, как нужно любить Родину, как защищать. Ну и в дальнейшем, когда подрастут, вырастут, они придут на смену и также будут любить, защищать, учить своих детей патриотизмом. Фарид Абдул-Керимов, ученик 8-й школы Коголыма, обучается в классе с особым военизированным уклоном. А в будущем планирует связать свою жизнь с профессией пожарного. А встреча с таким человеком, как Сергей Шойко, только укрепила мысли коголымчанина. Мне кажется, что нормально учиться в таком направлении, потому что мне нравится спорт, мне нравится движение, мне нравится сам этот класс МЧС. Я хочу в колледж тоже пойти на МЧС. Что касается приглашения Сергея Шаякова коголым, то это заслуга местных юнормейцев. Вообще, мероприятие «Диалоги с героями» в федеральном масштабе стартовало в 2016 году. География проекта уже покрыла практически всю страну. Теперь на ней отмечен и Коголым. Местная молодежь считает, что такие живые рассказы героев поднимают чувство патриотизма и любви к родине. Очень важно для будущей жизни и будет очень легко в армии в будущем. Я считаю, это важно. Денис Хиксматуллин и Евгений Скляров. Специально для новостей.